Позниевская школа небольшая, сельская, но не уступающая по современности оборудования большим учебным заведениям. Учатся здесь полторы сотни школьников, в старших классах с химико-биологическим уклоном. Для этого созданы все условия модернизации по федеральному проекту «Современная школа нацпроекта образования». Ученики могут делать физические и химические опыты, изучать механику и робототехнику, а на переменах, например, играть в шахматы зоне досуга. В 2023-2024 году обучается 168 детей и в группе дошкольного образования 24 воспитанника. В 10-м классе открыт химико-биологический профиль. Это стало возможно благодаря поставке нового оборудования. Оборудование в основном профильное, цифровые лаборатории по химии, по биологии, по экологии, цифровые микроскопы, физики, также цифровые лаборатории. А еще в школе четыре парты героя. Один из них погиб в Афганистане. Еще трое в зоне СВО. Пункт сбора военно-технической помощи в райцентре – следующая точка маршрута группы губернаторского контроля в Веселовском районе. Вот мы, например, купили 19 тепловизоров за период, 5 коллиматорных прицелов, 9 генераторов, 5 квадрокоптеров, 42 рации, 6 бронежилетов, 9 бензопил, 5 транспортных средств, включая мотоцикл. Буквально на днях волонтеры открыли цех для плетения маскировочных сетей. Ну вот эта сеть, наверное, 6 на 3. Вот такие пока плетем. Ну еще один станок нам сделают. У нас только начало. Мы будем стараться быстрее и лучше для наших ребят. Познакомилась группа губконтроля и со школьниками-волонтерами клуба «Лига добра». Они пишут письма на фронт, делают сухие души, качество которых оценил замгубернатора. Еще два осмотренных группой губконтроля объекта, мобильный пункт отбора на военную службу и новая пешеходная зона в Комсомольском переулке. Здесь организованы малые архитектурные формы, лавочки, сделано освещение, посажены необходимые деревья. То есть вот эта улица становится излюбленным местом посещения жителей поселка Веселый и гостей Веселовского района. Ну вот мы видим за моей спиной, это, понятно, непостановочный сюжет какой-то, это дети, которые здесь вот реально отдыхают. По итогам поездки замгубернатора отметил, работа в районе полностью налажена. Артем Молодамов, Юрий Санкин, Первый Ростовский.